Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников. Немножко знакомиться с их биографом. Георг Карл Адольф Хазенблук. Немецкий художник и график 19 столетия. Я пользуюсь переводной Википедии. Родился в 1802 году в семье Сапожника и в юности обучался ремеслу своего отца. В 1820 начинает обучение как театральный художник в мастерской Карла Гропиуса в Берлине. Здесь же знакомится с выдающимся немецким скульптором и архитектором Карлом Фридрихом Шинкелем. С этого момента Хазенблук занимается преимущественно архитектурным жанром жив. Пользуется правительством и поддержкой короля Пруссии Фридриха Вильгельма III. Работает также в берлинской художественной академии. Покинув Берлин художник живет и работает в Лейпциге, а с 1830 года в Хальбинштадте. Пользовался большим успехом в избранной им области живописи, так как в своих работах добивался тщательного и детального сходства с изображаемым им объектом. Наиболее часто изображал церковные строения, как правило это были заказные работы. В 1832-1836 годах Хазенблук работает над заказами в Кельне и здесь знакомится с Карлом Фридрихом Лессингом, внучатым племянником, однофамильцем знаменитого немецкого драматурга романтики. Благодаря этой дружбе и под влиянием этого живописца его художественный стиль меняется в сторону более романтического отображения. Так появляются зимние пейзажи в сочетании со средневековыми руинами, замками и капеллами. В одном ряду с Эдуаргом Гертнером, Хуммелем и Хинце, Карл Хазенблук является одним из крупнейших представителей архитектурного стиля немецкой живописи. Имя художника носит улицы в Магдебурге и Хальмерштадте. Умер в возрасте 55 лет в Хальмерштадте 13 апреля 1858 года. Вот так вкратце о художнике, немецком художнике графики 19 столетия Георг Карл Адольф Хазенблук. Пока-пока, до свидания.